всем привет кто меня смотрит сегодня мы поговорим о таких интересных растений как ключ я очень часто покупаю растение по хорошей цене приходишь в магазин видишь цветочки сломанные либо там завяли подходишь к продавцу и говоришь что как бы я готов купить в принципе со скидкой но не во всех магазинах но во многих принципе идут на встречу и продают во многих магазинах у меня даже бывало вообще просто так отдают в данный момент я как бы купил дешево москве практически даром эти три вида плюща но они как бы уже этот вообще осыпался эти да и дальше он продолжает осыпаться этот еще вроде бы более-менее они такие листочки листочки кого-то засохли сейчас мы их пересадим немножко расскажу о плющах есть принципе весь их довольно большое количество видов и в принципе она довольно неприхотливая но пересушивать его в принципе не нужно если его пересушить в принципе листочки опадают и получается совсем некрасивое дерево если перелить то но в принципе любое дерево не любит перелив поэтому переливать тоже не рекомендую дальше о растении что можно еще сказать она любит очень опрыскивать поэтому я бы рекомендовал в принципе я особенно когда уже батарея затопило довольно становится квартире жарко их как бы опрыскивать почаще и не забывать поливать поливать нужно но не переливать по свету зелеными листочками менее светолюбивая а вот допустим пестролистый плющ вот такой вот с такими листочками он в принципе любит побольше света на полящее солнце ставить конечно не надо чтобы он полностью обгорел а так по прихотливости они как бы довольно и не привереды как и есть другие растения так дальше по может быть удобрению это растение понятно что типа летом нужно удобрять побольше но она растет и зимой зимой она тоже растет и как говорится тоже надо ему делать удобрение и поливать если там температура где-нибудь у вас квартире уже упала можно сходим там 15 18 до там уже можно сказать и полив надо уменьшить и уменьшить удобрять его удобряем обычно через полив через два полива зависимости от чистоты полива земля земля я использую обычную вот такую землю это у нас обычно для декоративных лиственных растений обычная земля добавляем немножечко коры кору можно купить либо земля до орхидей есть бывает отдельно кора продается чтобы можно сказать чтобы грунт был не очень плотный был такой пористыми чтобы не было земля такая как конки эти просто корни загнивали ну и как обычно дренаж дренаж это во первых вас можно сказать убережет от загниения вы полили через дренаж все вылилось так ничего приступим сначала мы эту земельку и посмотрим в этом самым плачевном у нее что-то очень все до листочки влевявые давайте его аккуратненько вытащим да у нее корни уже корни есть чуть-чуть насыпем его это имеет он потому что я и не доверяю обычно покупная земелька она все-таки не лучшего качества идет аккуратненько чтобы как можно меньше повредить корешков но у него получается пол горшка в корешках было пол в принципе не так ну среди второй тоже так же и последний так дальше берем и немножечко дренаж где-то наверное сантиметра 2 можно сказать дренаж нужно делать по высоте чуть больше чем ваше можно сказать поддончиками так землю 2 я унес так новое соответственно новое кладем ну и так накидаем немножечко земли от орхидеи так дальше я еще принес горшочек потому что все таки для одного этого у него как бы довольно большие корешки я хочу все таки его сделать наверное побольше горшочек так сыпем сюда земельки плотненько чтобы под всеми корешками не осталось пространства воздуха так следующее здесь дренаж тоже уже насыпан так добавим земельки у меня все сыпается от граба сейчас его спасем будет она у нас расти радоваться сейчас мы все это обильно польем попшикаем под душ поставим примут у нас душ главное не забывать в жаркую погоду чаще поливать у нас допустим сейчас квартире 25 26 так все это тоже посадили направили в разные стороны вы можете формировать как вы хотите как нравится сейчас я расскажу как это делается как можно его еще разнажать и последние разнажаются они просто берете допустим у вас есть длинный стебелек три-четыре листочка берете у допустим ухидера ведь аж видно корни как растут у этих корней нет соответственно берете отрезаете ставите в воду такой окрепший череночек и он у вас можно сказать даст корешочки и потом также посадить не второй вариант можно его либо поставить второй горшочек прикопать можно сюда вот так вот согнуть скрепкой запихнуть п-образные придавить присыпать он также даст корешки ну больше эти водички лучше дальше они бывают вот такого плана вот у вас допустим получился вот такой не очень красивый листочек он у вас тянется тянется новых не даете вы отрежьте и у вас он начнет виться в разные стороны остановите точку роста ну или здесь без разницы где и он вас начнет давать ветки в стороны этим он придаст себе пышность также его можно допустим оставить палку какую-нибудь там палку либо там трубу и можете его обвивать как кажется по трубе он в принципе вьется очень хорошо ему очень хорошо делать декоративные эти композиции считаю то что и плюс довольно неприхотливое растение главное чтобы было ему света если будет света мало будет у вас он да вот так вот идти в сторону эти к свету здесь листочки будет оповать опадать то что потому что их и не поливает и пересыхают и будет вот такого плана довольно некрасивое растение если его впрыскать свет давать то оно получается такой довольно как шарф идет подрезать его оно все пышнее 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 получается довольно красивое растение а вот кстати я сейчас вам покажу у меня вот есть один один черенок от хидера вот его просто поставил воду и вот такие вот идут корешочки сейчас он чуть чуть побольше наберет корешочков я его тоже посаживаю посаживаю пусть он наберет по воле корешочков чтобы получше прижился оно тоже так растет но оно конечно менее чем вот этот плющ она тоже плющ все из одного вида и дальше опрыскиваем посадили опрыскиваем ну может сейчас не опрыскиваем можете просто сейчас во первых залить полностью водой хорошо залейте водой но у меня в данный момент вообще земля почти сухая поэтому я сейчас вообще залью водой чтобы кор корешки вся водичка полностью от сверху до низа пропиталась разбухлой чтобы было корешками сейчас водичкой и пшикайте первое время когда он приживается нужно интенсивно его пшикать если пшикать не будете будет намного дольше он должен окрепный но и на яркие лучи его не ставьте потому что оно сейчас горит питание еще особого нету с корней поэтому этого делать не нужно но не забываем то что более зеленым можно поменьше света а более пестрым нужно побольше света растут они целый год в принципе очень такое хорошее растение но на этом мы будем заканчивать потому что в принципе я вам рассказал что нужно для этого растения как примерно за ним ухаживать что оно большой сложности не составляет поэтому я думаю у вас проблем это не составит будет они у вас расти и вас будут радовать будет пышными красивыми растениями всем спасибо всем счастливого дня и спасибо